Наконец, мы в Кракове, идём в старый город, и первое, что попадается на нашу пути, это здание университета. Это она, главная площадь Кракова, ратушная башня. Ой, какая-то голова лежит. Это голова Эроса. Я, наконец, узрела попробовать местный суп в журе. Вообще, точно его приносят в хлебе, но мы зашли не в тот же день. И, в принципе, он ещё такой очень цветный. Это насколько я не люблю пупы. Мы решили сходить на фри-вокер-тур. Мы в районе Казимеш, который раньше был отдельным городом. Теперь это район Кракова, где и начались еврейские кварталы. Здесь находятся три синагоги. Вон там одна. Здесь сейчас проходит еврейский фестиваль. Поэтому часть улицы перекрыта. Мемориал погибшим евреем. И здесь был первое еврейское кладбище. Там синагога за воротами. Первое. Памятник Яну Карковскому. Здесь был снят список Шиндлера. И раньше это был очень непогополучный район. Никто не хотел здесь жить. Но после съёмок жизнь вернулась сюда. Это мост влюблённых. И здесь такие вот скульптуры, которые очень хорошо держатся буквально на одной какой-то опорной точке. Это площадь района Подгужия, который раньше тоже был самостоятельным городом. Церковь Сан-Хосе. И там, вот здесь вот начиналось гетто. Между вот этими домами были ворота, обозначающие, что там начинается гетто. Здесь находится стена, первая стена гетто, где оно заканчивалось. И она в форме надгробий. Так скажем, прямое послание, что людей ждёт. Это мемориальная площадь гетто. Года, когда оно было открыто, когда было закрыто. И на этой площади собирали как раз евреев из гетто. И когда они думали, что их отпустят. Но нет. И каждый стул обозначает тысячу погибших евреев. Это ярмарка. Вот здесь я проходил концерт. Всё на свете, просто всё на свете. И покушать, и... Такой вот театр 19 века. План города. В принципе, он остался сейчас таким же. Мы вот сейчас вот здесь. Главная площадь. И потом пойдём к замкам. Мариатский костёл. И татуя Адама Ницкевича. Это, с другой стороны, ратуша. Это памятник польского поэта, который при жизни ни разу не был в Польше. Но похоронен здесь. И на этой главной площади хоронили убитых, как думали, вампиров. Самый древний универ в Польше. Целая аллея, посвящённая папе, который был польский предыдущий. Это королевский замок. Самый главный дворец в Польше, где короновались короли. Дворец, построенный для итальянской принцессы. Жена его. Так выглядит замок с этой стороны. Во время войны он был разрушен частично. Такой разный. То, что осталось от, так скажем, города в городе, это разрушенная Австрия. И они построили вот этот дворец. Статуя дракона, с которым связана легенда, как они от него избавлялись, чтобы он, напившись воды, взорвался. Какой-то он странный. А ещё тут такая аллея славы. Уже незнакомые мне имена. Хоть что-то знакомое встречается. Ах, горячо. Ну, конечно, Джош Харт. О, Роман Павландский. В 4 вечера, жара 35 градусов. Хорошо, что есть такие штуки, где можно освежиться. Куда-куда? Ух, как хорошо. Сегодня снова жара 35 градусов. Поэтому приехали на пляж Багры. И несмотря на то, что понедельник, людей очень много. Пойдите. 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 Вот мы дошли до фабрики Швейнглера. Сейчас здесь находится исторический музей и музей оккупационного Кракова. Штурмовое предупреждение объявлено в городе. Тут, я предполагаю, стена тех, кто был в так называемом списке Швейнглера. Судя по именам. Есть тут еще такая приписочка, как переименование площади в Площадь Гитлера. Я в шоке, как они бежатся при таком виде. Мне вообще развесывается в ад. Ай, меня прям смотрят. Может, не сядь или шатается? Обалдеть! Субтитры сделал DimaTorzok